Ну и вернемся к украинской политике. Пока депутаты решают с кем дружить в парламенте, а с кем нет, важные вопросы для Украины остаются нерешенными. Один из таких транш МВФ в 1 миллиард долларов. Но чтобы получить эти деньги, украинское правительство обязано выполнить больше 10 требований. Какие? Посмотрите в нашей справке. Путь к деньгам, который лежит через Кабмин и парламент. Украина в ожидании очередного транша. Цена вопроса 1 миллиард долларов. Но чтобы его получить, нужно постараться. МВФ поставил Украине 12 условий, так называемых структурных маяков. Выполнили из них всего несколько. К примеру, пересмотрели нормы субсидий и запустили систему Е-декларирования доходов чиновников. Остальные пункты – предмет споров и торгов. Впрочем, как и сам транш. Проект меморандума с Международным валютным фондом не видел никто. В Минфине лишь обтекаемо говорят – переговоры на финальном этапе. Остались только технические моменты. Вот только в парламенте явно скромничают. Ведь и техническими моментами называют нормой, которые стали камнями преткновения и украинских депутатов, и министров. К примеру, пенсионная реформа, в которой очень много спорных моментов. Да и сама она еще не выписана, а дедлайн может быть уже в апреле. Еще среди требований МВФ, которые явно взорвут парламент, решение земельного вопроса уже в ближайшие месяцы, расширение полномочий НАБУ до конца мая и создание антикоррупционных судов. А пока все это на стадии технических переговоров. Правительство и Нацбанки технично кормят обещаниями и передвигают дату возможного получения Украиной транша. Продолжение следует...